приветствую всех с вами худым и мы возвращаемся в наш хороший добренький хэнквилл конечно в скобочках продолжаем развиваться продолжаем готовиться нам нужно поскорее закончить перри первую фетку фокусов имеется ввиду хотя промышленную чтобы поднабрать промышленности мы должны поднабраться промышленности и закончить политическую ветку а потом уже начинать развиваться уже экономически ну кстати до закончил вот эти вот ветки возьмем департамент экономики начнем экономические развиваться и готовится потому что говорится все все фокусы здесь это подготовка войне вот с этими собаками а с моей армией я чё-то сомневаюсь что смогу выиграть кстати говоря на были мы чё страдаем еще от неснабжения да ё-моё у нас тут нету базы вообще даже снабженческой ё-моё что же такое нафиг что такое что за ужас как это так вообще может быть вот так давай строй сразу хотя бы первого уровня дороги подстройте а давайте пусть от строя сколько там будет строиться блин очень медленно все строится это ужас надеюсь они хотят стоит пусть они отстроить и железные дороги потом отстроит завод чтобы хотя бы наши войска перестали истощаться надо будет вообще тут надо везде тут дороги провести тут дорог нет вообще как мы воевать то будем вот так вот когда вот я думал все хорошо все хорошо нифига продолжаю наше развитие продолжаем играть за орден штат посмотрим что будет дальше я конечно уже такое даже помечтал подумал может все таки если получится победить этих чертовых личных пони может мне удастся потом может пойти и на империю завоевать столицу и стать новым императором можно так сказать всю империю объединить а там может это пони да и квестри добраться это будет интересно чего сегодня пивной зал золотое крыло и излюбленное место рыцари а также участников движения штурмовиков и реформистов подвергается туристической атаки в недавно подчинен подчиненную систему освещения была установлена бомба и таймер похоже был установлен на время праздного дня дня рождения выдающегося члена партии реформистов ранние свидетельства указывают что за атакой стоят члены кпх и партизанское движение пони хотя взрыв привел к потерям и ранениям в офицерском составе главные среди них остались невредимы удачным стечением стечением обстоятельств для нас вышло то что важная встреча стянулась немного дольше и запланированную из-за разногласий и споров между офицерами поэтому они не смогли присутствовать на празднике это как-то не очень я как бы хочу поскорее уничтожить этот чертов подожди у нас что падает не у нас не падает у нас падает популярность что же это такое собаки собаки наш популярность то падает из этих партизан чертовы партизаны до наш популярность падает это плохо подожди а чё это социалисты йокарды баба я это хорошо блин а вот это везение йокарный благ бакрон стволюкс люкс венга но это хорошо пусть восстания будут я буду надеяться еще где-нибудь будут восстания социалистов я очень надеюсь чем меньше будет в альянсе речных пони союзников тем не лучше сколько там у них дивизии если в общем отколется ну довольно неплохо это как кусочек альянса может нафиг отлететь это хорошо блин йокарный баба речная социалистическая республика социалисты даже здесь блин только интересно она пошла по ту жесту демократии или диктатуры то что из диктатуры это будет очень полезно пусть не повоюют друг с другом убивают друг друга ладно все хватит радоваться возможным я сам сразу даже с такими урез даже с такой урезанной федерации не справлюсь к удивлению многих хэнк вилле банк банк люкс венга заявил сегодня о своем банкротстве а его а его развалом завершается и очередная голова в истории хэнк вилла основанный в 1904 году банк люкс венга был кланга конгломератом образованным несколькими благотворительными организациями небольшими рыцарскими орденами под покровительством аристократов запада сочувствующих древней задачи ордена данный ему покойным императором гробером вторым задачи банка были переговоры финансирования были переговоры финансирования а также выплата выкупов за рыцари захваченных восточными восточными врагами они также спонсировали благотворительной организации заботящийся здоровье ветеранов и стариков со время со временем банк люкс венга стал главным посредником между грифонами из личными землями а вместе с этим и гордостью хэнк вилла и лонгсворда развал империи грифонов и революция сделали главное сделали главный удар по банку многие его покровители были либо убиты либо раз разорены хаосом и банк ощутил серьезное уменьшение количества и сумм пожертвований а вместе с этим и падение своих доходов столкнувшись со все более жесткими жестким урезанием бюджета и все большим и все больше полагаясь на собственные без беспристрастно сокращающиеся прибыли банк вынужденно свернул большую часть своего благотворительного был как большую часть своей благотворительной деятельности последние несколько лет многие рабочие банка присоединились к реформистам и некоторые стали использовать свои возможности для спонсирования партии деньгами как внутри так и вне хэнк вилла и способность банка справиться с этими с этим беспределом в пила в билла в групп последний гвоздь или это лишь отмазка такие уж дела как я как говорится вот так вот буржуи кто нас не поддерживает будет оборудов короче давайте буржуи вам придется признать свое покровительство вам придется сдастся так надо покончить во вторых давайте следующая цель это надо покончить с понями ладно плевать на это вот на вот это вот массовая неграмотность мы это все сделаем но сначала давайте умиротворить пони мне меня задолбали уже эти повстанцы пора уже как говорится по им познать счастье пора им познать счастье в полной мере так насчет исследование пошли все следы не идут кстати говоря нас бонусы есть скорость восстановления бесплатный ремонт грифонии архитект грифония архитектура это у нас дает обычная пехота плюс масс максимальная скорость кстати говоря скорость нам нужно быстрый удар это полезно так как я не знаю что у нас будет я смогу ли я развить танковую промышленность хэнквилла чтобы сделать как говорится не хоть небольшую хотя бы 5 дивизий танков для прорывов это все уж по вопрос пожалуйста эти умоляю восставшие пожалуйста не просрите я вас умоляю я вас умоляю не просрите ну уже ну пожалуйста но уничтожьте в этих чертовых не буси эту ничтожки и скорее подожди и латы это типа рабы подожди а и и латы и латы это кто ладно это уже ладно это надо будет самым потом поиграть ладно так умиротворить пони при всех наших грандиозных планах мы не можем просто взять и расстрелить чуть чуть-чуть а счастливить всех пони хэнквилле и таки возможно нам просто не хватит не хватит пуль да и пони бы пони бы так просто не дались бы вместо этого мы возьмемся активной компании по побуждающий пони эмигрировать а те кто останутся будут умиротворены короче да займемся вот такое вот умиротворение пора умиротворить их окончим уже с этим и наконец-то в последний раз военной директивы 89 что-то мне кажется это отсылка на одну директиву про которая была в кое-какой стране с и не очень хорошим знаком для претензии олени о подожди олени ведь демократа эквестрия за них не ступится а нет кажись и кого скажись кажись повезло еще блин если сейчас за оленью вступится эквестрия то блин это будет плохо и квестри слишком быстро победит и потом разовьется до небывалых масштабов а я ведь ее завоевать хочу ну ладно так у отлично 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 и а истощение пропала до истощение кстати пропала да наконец-то все теперь можно продолжить давайте строить дальше и мы будем строить наши военные заводы пленок сорт весь застроен блин нигде даже нормальной инфраструктуры нет для строительства уж нормальную систему пока что систему дорог организуем а я думаю ну давайте организуем нормальную систему дорог нормальную систему дорог хотя бы вот так чтобы хоть по чуть-чуть но по чуть-чуть у нас хоть что-то получилось давай так вот чтобы хоть чуть-чуть но создать вот такую систему дорог железных давай хоть и железные дороги достроим блин ну так хотя бы у нас теперь будет хотя подвостов нам же не отказывается сдаваться а ясно ну окей такс но исследования идут идут давать скорость строительства блин надо поскорее с этой неграмотностью кончать где там неграмотность а привлечь поселенцев плотность населения хэнкфилла довольно низкая открытый ресторан нашей страны могли бы привлечь немало новых поселенцев которые с радостью прибудут сюда придут сюда у чакра в земле больше населения значит больше налогов а значит больше рекордов для нашей армии стать это надо давай ой такой извиняюсь подождите а где ну типа ну там же сказали блин медленные искоренения вы серьезно тип мне придется просидеть так значит пару лет придется просидеть с неграмотностью все таки ну ладно давайте тогда хотя бы споне разберемся и покажем им всю радость существование хэнкфилле на за вас кстати говоря дорогие члены партии я думаю все мы желаем только того чтобы наши великие идеи сбылись кстати говоря что радует вы перри кажись идет вперед идет герцогиня а это хорошо потому что у этого барона или как там у этого папа да папа церковного у него пипец какие бонусы на армию он же фашист еще у него огромные бонусы к населению тому подобному и это довольно неприятно давайте легализуем штурмовиков вермак служил лидеру хэнквилла однако мы вермак служит лидеру хэнквилла однако мы не можем быть полностью уверены в их преданности нашему делу вместо надежды на их верность мы объявим штурмовиков на нашу военизированную группировку полноценным крылом нашей армии их преданность делает их нашими лучшими солдатами давайте под влиянием авторитета ордена братьев грифонь его дома прилата алло из алло зия из кладбе клади бери великий магистр винг вингфрид фон кантербург издал новый декрет действующий на все территории хэнквилла использование магии полетов и других природных способностей запрещено для всех существ кроме грифонов исключение составляет существа получившие специальное разрешение властей все пони представляю предоставляют все пони предоставляют право первого все пони предоставляют право первого во всем во всем грифоном уступаем в очередях отдавая честь солдатам рыцарям и граждан государственным служащим все взрослые пони должны участвовать в общественных проектах и военных инициативах по запросу у местного органа власти публичные встречи более чем четырех пони строго запрещены все многим все пони должны осознавать и а ты соответствовать статусу пока осчастливленных грифонами существ любые шаги против этого будут пресечены самым строжайшим образом счастливый труд или интернирование настоящего настоящим устанавливается в качестве наказания за любой серьезное нарушение закона не соблюдения требований власти и подрывную деятельность военные гражданские суды отвечают за установление сроков этих наказаний соответствия соответствующие лагеря счастья будут учреждены во всех административных округах находящихся под юрисдикцией военных узнают свою цену великолепно о да недавние изменения политики изменили отношение к нам пони хотя многие из них еще стоят против нас некоторые начали принимать наши идеи цели на данный момент их присутствует терпимо о наконец-то наконец-то больше дебафов не будет отлично по не подчинились и кстати говоря я все думаю насчет но знаете все это идеи насчет ой кстати наши этим наш опыт армии кстати надо куда нибудь отправить наших добровольцев куда бы их отправить мы можем отправить этим вае послать добровольцы они примут их я бы не против отправить им добровольцев чисто чтобы опыт пофармить а ну давай действовать стополит власти я бы отправил атташе этим бандитам пусть они пофармят нам опыт того что такая такие дела война это нужно военные опыта его лучше всего получать на чужих во его войнах а нет мы ничего даже изучить не можем покажет слишком дорого это плохо даже слишком смелые слова годен болт бери свою куколку пожалуйста быстрее вертоп кричал во все горло чтобы поторопить семью она слышала звуки выстрелов доносившийся из деревни чтобы не происходило это было нехорошо и остается оставаться здесь нельзя ее колыбели по какой-то причине слушались ее кобылки по какой-то причине слушались ее отец же возразить возился на кухне склонившись полу да что на него опять нашло отец что ты делаешь нам нужно уходить наконец отец перп перпл топ стала держа в копытах старую двухствольную охотничью винтовку уходи с мелкими а я не позволю им забрать мою ферму отец вдруг кто он подъехал грузовик он взял ее за плечи и посмотрел глаза я выиграю вам время идите top хотел было поспорить но не нашла purple top да хотела бы было поспорить но не нашла подходящих слов со слезами на глазах она смогла лишь а согласно кивнуть и после чего вышла с семьей через дверь в сад когда они ушли старый пони взвел курок винтовки направился к главному входу нельзя задирать пони думаю что они не ударят в ответ да скотины коммуняки что это такое нафиг что за хрень как же вы задолбали собаки все больше блин чистишь чистишь счастье даришь даришь а их все больше как вывод из вас избавиться где надо легализовать штурмовиков и скорее уже падение я потихоньку захват идет захват оленей дела идут не очень хорошо у оленей это хорошо пусть чей жилинги поскорее к завоюют мне выгодно что победили чей жилинги они отчасти даже идеологически с ножами в хуже они тоже не любят пони так что как говорится ты не любишь пони я не люблю пони добро пожаловать падение саккары понятно все о монархисты неудачная революция все революция проиграла королевство аквили все-таки сохранилось ну и все равно мне-то какое дело а кстати стопроцент мы можем тир отправить бандитам атташе я бы хотел бы атташе им отправить голата шеем почему подожди ну может давать по улучшаем отношения с ними можем с ними получать отношений давай ну прими нашу поддержку мы поможем те с коммуняками отлично штурмовики легализованы теперь отлично великолепно так свежая кровь кстати новые командующие давайте теперь положить путь проложить путь наша нация должна подготовиться к борьбе с врагом поэтому промышленность должна быть не должна непрерывно расти большие заводы больше заводов больше оружия больше войск чтобы справиться с и к неизвечными врагами давайте так за интим за интимский стрелок да что ж такое коммуняки сегодня в лесу близин то был найден мертвый очередной офицер штурмовиков это лишь одна из огромных одна из огромной серии убийств как и прошлой жертвы он был из исперещен дробью а на его теле лежал листок покаяния знак за интимского стрелка жестокий маньяк известный как за интимский стрелок после преследуемые властями серийный убийца развернувшись свою деятельность в районе зейн за из интим то где-то за интим где он где-то скотина живет блин он где-то где-то развернула непонятно где ну ладно официальным источником известно что он замешан в убийстве более чем 46 гражданских солдат и рыцарей так или иначе поддерживающих либо штурмовиков либо администрации администрацию реформистов доклады и слухи о личности стрелка сильно разнятся некоторые говорят за что за нападениями стоит команда спецагентов из речных земель другие утверждают что это один пони но при том огромный из двумя пулеметными с двумя пулеметами наперевес способный 1 пас одними и копытами уложить целую роту солдат тем не менее есть более распространенные слухи куда более похожие на правду некоторые создают что за атаками стоит старый пони старый пони пашняк с двумя с двухствольной винтовкой для он случае кто бы это не был наши силы похоже не способны остановить его что ж такое не минуты покоя нафиг не минуты покоя не минуты покоя нельзя почувствовать больно боль 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 и пони ой подожди секунду о сожженных фермах так раскрыт куют мариам маритов недавно полиция получила не на нем на анонимное сообщение о том что в нашей столице в тайне действуют культ мариатов силы безопасности сумели выследить культистов и провели операцию по их аресту прямо во время встречи этих сектантов культами культ и культ и мара появляя являются время от времени но обычно их члены весьма бдительные держат судительность стане от остального общества однако тот факт что все кто собирается прямо в городе хэнквилл вызвало беспокойство и может оказать на то указать на то что это было всего лишь одна ячейка более крупной организации к сожалению арестованы мало что знали мы уже начали полномасштабное расследование чтобы избавиться от этого культа пока его щупальца не проникли слишком глубоко согласно традиции маритов отправляют на казнь как можно скорее но в последнее время некоторые граждане стали называть то жестоким варварством и требует что мы попросту включили их в тюрьму и держали под постоянным наблюдением так давайте подумаем я спец блин это интересное решение что будем делать его курсов я очень боюсь что эти решения могут повлиять на то что нас свергнут у нас и так постоянно эти коммунисты все стреляют наших солдат а еще не хватало чтобы но еще эти культисты им помогли это просто ведет еще к еще большим жертвам ладно пока что-то отодвинем но гранд калипин галл это плевать на это о не всякую хрень творят на на это плевать калфон соль дал так а вот и не наш товарищи соль дау и другие мы можем теперь о отправляем атташе и прекратить улучшение теперь у нас хотя бы будет опыт теперь будем потихоньку копать и будет копать опыт а сожженных фермах карл фон и соль дау а ту же затянул свое пальто утром хэнк вельских лесах бывают холодные туманные это утро было не было исключением он отпилась свои фляги поглядывая на холм вдалеке перед ним было оживленное сообщество фоне сообщество пони как раз начали свой день по определению скон скорее общество нежели фермерское хозяйство и того более способная к поддержке партизанской ячейки они либо были так заняты что не заметили как их окружили рыцари и штурмовики либо у них попросту и не было дозорных карл еще раз отпил флягу размышляя было не размышляя было необходимо подтверждение доклада хэнк вельской разведки все выглядело слишком спокойно для базы партизан карл уже собирался пойти грузобейку с радио при радио аппаратуры когда вдруг послушался послушались выстрелы во втором он в торопях взял свой бинокль осмотрел местность из леса доносились выстрелы и паника разразилась среди пони что что все этом что это все могло значить он крикнул офицером запросив их дохла у них доклад но все было столь же аж аж но все были все но все были столь же ошарашены сколько и он и он сам пару секунд спустя карла подошел один из новых офицеров штурмовиков альфред и эшен кампф и спокойно спросил его цирме требуется поддержка артиллерии каму фон соль дау просто лопнул просто лопнул от удивления поддержка артиллерии какая нахрен поддержка убоги да это жизнь да что же здесь происходит вы ждали подтверждение я приказал атаковать что почему дозволению я не разрешал никаких атак я разрешил штурмовикам не ваш я разрешил я разрешил штурмовики не вашей юрисдикции как вы помните мы действуем независимые я поставил я постановил что это объединение является база террористов которые необходимо очистить а теперь я запрашиваю вашей части артиллерийскую поддержку вы рехнулись вы ее не получите хорошо я доложу об этом с этими словами он вернулся к своим частям обозленный карл бросил флягу в сторону альфреда сердито огрызнувшись что также доложит об этом пусть это и не возымеет результата после этого он вновь посмотрел на холм сообщество пони было сошено дотла отны и мы работаем именно так правильно 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 работаем блин блин это опасно надо опасно вообще на следить за своим высказыванием это пострадаю они что мир заключили а чего вы стоите странный вы товарищ конечно странноватая ладно так что же делать с мариатами можно их просто запереть при стабильности или казнить их всех немедленно так как вы знаете я с сохранениями играю как говорится тут уже я лгать не буду мы делаем авто сейф потому что это решение слишком важно она может нам поруинить вообще все так что и давайте мы же как говорится очень люби всяких пусть и культийские штучки мы и свое аннр бы основали так что давайте их просто оставим живых пока что может они нам помогут может мы сможем найти общий язык как говорится шиши завидит издалека посмотрим что будет дальше хочу от этого стане не очень-то и работает вы чего-таки слабые богу чё-то слабовато кстати окна победил демократы фу-фу да блин а где муссолини футы вас фу ну что это за мерзость фу будь вы прокляты ладно так ладно мы отстроили железную дорогу давайте строить теперь фабрики давайте военку строить дальше уже отстроились и железную дорогу теперь надо отстроить фабрику точнее военный завод фабрики мы мы себе нас помним сами да да нам кстати сколько там у нас но производство неплохое кстати говоря неплохо потихоньку производства налаживаем их мне бы конечно заняться бы армии своей кстати а из чего она состоит вообще в общем в общем но и вот эти вот дивизии слабоватой надо их вообще себе заменить давать тогда займемся этим соберем все эти слабые девки милицию пара милицию перевести в нормальную дивизию вот так вот переводим их милицию так и что еще что еще так какая у нас армия вот такая но давайте еще саперку добавим саперку отличится так теперь есть ну и надо с коктус 456 и семь седьмая кашетка нужно вот так это такое дивизия кстати говоря крайне хорошая вот так вот будет пока что все будет таким вот так ну и все сидим теперь мы получаем серио под кстати а это он это от нашего товарища надо вообще кстати говоря взять еще советника на военный опыт военный теоретика потому что нам нужен опыт прямо очень нужен ну да пока что живем на ленжу я очень жалею что я не взял во время а нет обидно что нельзя было хотя война честно говоря и я же я жилье о том что войны все-таки с и лонг спортом не будет да что ж такое вот те последствия не спасибо не надо не давайте их расстреляем вы скажете это читерство нет ну как говорится да возможно читерство я не хочу от такого вот такого вот тебя пощадили хотя может все таки оставить а кто знает план подумал ладно давайте все таки добавки себе все таки ладно 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 не убьем их все таки не убьем план все таки или все таки расстрелять вопрос на вопросе ладно как говорится допустил ошибку буду теперь построже теперь я больше не буду милосердным хватит меня милосердие сам поплатился за это отлично они приняли нашу наш атташе теперь у них есть наш атташе что же за ужас так все закончили уже строительством все дерзкий побег сейчас будет да будет так падение цируса сколько же тут кстати говоря разных домов это пипец дом rv ой сколько же тут всяких непонятных графств культисты мара были отправлены в изолятор строгого режима они сидели в одиночных камерах и находились под постоянным круглосуточным наблюдением однако стоило наблюдателю не только за камерами но и однако стоило наблюдать не только за камерами но и присматривать присматривать наружу просматривать мы получили плохие новости иная группа сектантов вломилась тюрьму и спасла почти всех своих товарищей но что томились заключения погибло 15 тюремных охранников их подтвердили и их подвергли винить секции жестоко и жестоко изувечили еще четверо было ранено они один надзиратель получил тяжелую психологическую травму и был отправен в сих больницу это событие ясно указывает на то что кульмара а действительно масштабнее чем вы предполагаю первоначально думали хотя это поможет нам выследить остальные ячейки уничтожить их многие наши граждане весьма беспокоены этим и уже распространяются слухи которые лишь ухудшают ситуацию мы предпринимаем меры чтобы успокоить население но на это потребуется некоторое время те кто не проявляет милосердие не заслуживает его те кто не проявляет милосердие ой блин ну зачем ладно как говорится моя проблема не буду менять будем честными больше милосердия не буду проявлять просто не буду хватит с меня доброты вот я доброту проявил и вот что со мной сделали новые новые рубежи хэнк был страна с устаревшей неразвитой промышленностью это особенно заметно в сельской местности в местности для решения этой проблемы мы привлечем из инвестиций состоятельных граждан поощряя формирование трестов путем масштабного регулирования продажи земли и возможности использования труда заключу труда добровольных рабочих привык приговоренных к добровольным работ я специально это делаю в опять вы можете конечно сказать ну хватит исправлять но я это тело просто потому что не хочу чтобы youtube меня нафиг нафиг меня мучил он же такой а кстати победили она до победа отлично республиканцы потеряли еще одну социалистическую республику а подожди подожди кстати да что ж такое одни скандалы что же у нас все прямо из рук валится подожди это получается то они творят йогурный бабай это 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 они творят революцию это плохо если вся эта махина объединиться в одно целое то это закончится очень плачевно ладно сказка скандал с наследством разразился серьезный скандал когда стало известно об использовании переданного ордену хэнквилла имущество в качестве роскошных домов отдыха для верхушки реформистского движения под прикрытием тренировок ходят слухи о большом о большом количестве употребляемого там алкоголя а также о том что некоторые места были полностью разрушены неконтролируемыми группами нарушителя среди них и альфред эжен кампф были наказаны за свои деяния однако ущерб был уже нанесен мы не только потеряли значительные доходы из-за коррупции но и последствии этого также пострадал наш престиж дворяне впредь трижды подумают прежде чем доверять нам свои владения проклятые идиоты ой блин нам надо поскорее уже ну что ж такое нафиг мы нихрена знаете что-то мне кажется что это как-то не очень вычета не очень походим на наших как говорится на тех кого мы походим ну немецких товарищей из германии я чё-то не ой княж что княжество алюши она тоже напала ё-моё ёкарный баба ядрить она бандитов смяла а с кем она воюет она помогло им ё-моё блин а это плохо это плохо я честно говоря не ожидал этого до бандитов просто смяли ё-моё их просто смяли ну ладно хоть и опыт получили хоть немного опыта ну хоть немного опыта мы от них получили а кстати у нас опыт появился твой военного теоретика чтобы опыт копился а это стоимость доктрины твою ну ладно так давайте все это мы сделали давать теперь а реинвестированные трофеев реинвестирование трофеев для борьбы с угрозой пони нам нужно промышленность способная выдержать сверху современную войну ее у нас нет но к счастью за это время наши за время нашилась мы приз присвоили множество земель материалов и финансов теперь мы можем превратить эти активы промышленные мощности из этого из того что эти предатели украли из нашей казны мы сделаем винтовки и пушки отличные ой сколько полезности может уже танки начнем делать не кстати нам нужны эти вот хотя бы один поиск пусть делают и так пусть потихоньку ну все у нас начал потихоньку расти опыт переходим можем что-то изучить не 145 нужно ну короче такое спокойное развитие пока что у нас идет просто спокойное развитие и наблюдать мы будем просто наблюдать да скажете слишком не интересно хочется войны и расширение но уж извините конечно могу помочь этим бандитам кстати а давай так пацаны сколько могу отправить вам послать добровольцев я могу послать 2 кстати давайте тогда отправим наших видео ветеранов одну ветеранскую дивизию в бой так пацаны вперед воевать послать добровольцев вперед воюйте отправляем бандита помощь бандитам поможем им направляем помощь бандитам потому что я хочу чтобы они повоевали подольше чем дольше они будут резать друг друга тем нам выгоднее блин я надеюсь бандиты не капнут так быстро и очень надеюсь бандиты пожалуйста не копайте были надо было раньше я очень жалею об этом вот и вот теперь и палата со своими за свою медлительность затем учеты так надо вот чё нет я не буду давать лучше от королевства будем давать свою промышленность я не хочу давать демократам и долю моей промышленности они этого не заслуживают они предатели из собаки так вот давай включаем так наши военные уже здесь да здесь вперед помогать идем надо помочим а ю 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 чё они творят что они творят помогать надо идти пытаться им как-то помешать хотя бы как-то давай объем их объем в ответ там сейчас помочь им немножко нашим этим товарищем продвигаемся почихоньку так надо котел сделать как-то давайте давай попытаемся котел сделать получится сделать котел я бы хотел бы сделать котелок тихо главное чтобы они к столице и подошли блин они идут к столице сейчас как капнут ведь наши я бандиты капнут тихо 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 о ее ее я не идут к дорога не идут к столице так отступаем быстро к столице бежим быстро 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 просто используя используя вот-вот используя свою эту использую инфраструктуру так давай свежая кровь даже движение вдохновило многих ветеранов и новичков взять оружие в когте им нужны способные лидеры выученные в духе нового порядка свободный атаков устаревших традиция конечно в первую очередь это наши самые пылки и последователь обеспечивающий обеспечивающие нашу власть а кстати у нас пошли уже наконец-то бонусом так как у мы берем доктрину чего будем делать можно конечно взять маневреная война это варианты бронетехники мы если будем производить бронетехнику у нас есть вообще бронетехника так смотрим вообще какие у нас есть варианты доктрин так можно конечно альтериалистку доктрину взять ну давайте артиллерию я не буду играть через эту через танки хотя танки это конечно красиво блин блицкрик материализация армии грузовики общевойсковые тактики танк пантера на 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 но на 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 что же будем делать блин но производство будет ли у нас достаточно производства для танков хотя танки нам нужны они прорыв будут делать нам все-таки нужны котелки ну знаете давайте попробуем у нас танки будут все-таки будем воевать через танки тогда так что давайте маневренную войну изучать потихоньку она пойдем через маневренную войну как говорится маневренная война только и только отступаем стремительно отступаем так изучение уже идет кстати потихоньку доктрины спецназ разведку острые копья грифонер структуру бесплатный ремонт о нет слишком долго слишком долго нам надо как-то подождать когда у нас будет дебас падет о промышленность пошли изучать да с этим орденом на вообще жизнь не мило надо бы скорее уже его уничтожить тихо-тихо-тихо столицу обороняем скорее так надо вернуть наших товарищи давай попытаемся сейчас выбить их скорее судьба бара аль барант это нам не интересно этот чертовы культисты давай мы пытаемся их пробить скорее образование образовательной программы ой боже очень все плохо конечно правительство хэнк вела так и не смогла организовать нормальную образовательную программу за все прошлые десятилетия его существования вместо этого она полагалась на традиционные школы организованные благотворителями и храмами из-за чего новые поколения были абсолютно не готовы к вступлению в эпоху индустриализации и комплексного производства более того приличный более того пограничные конфликты по конфликтами более того приграничными конфликтами рейдами партизан были вызваны беспорядки среди населения что лишь сильнее укрепляло проблему негравотности в некоторых регионах счастью наш нынешний орден располагает всеми необходимыми ресурсами а члены его правительства грамотны они наконец могут заняться организации образования в хэнквилле внедрить голову молодых птенцов идеи цели реформистов пришло время всем научиться выучить имя бэнкфрида фон гантербурга их обязанности перед державой давайте сделаем это умеренная неграмотность надеюсь незначительная неграмотность наконец-то теперь добавки будут поменьше так давайте освободимся с наших товарищей и даже он котел сделаем кстати как интересно мы котел сделали так уничтожаем его скорее новая хитрость старого пса что ж такое надо поскорее пока что блин война очень как-то не очень складывается для нас ну ладно пока что будем просто убивать давайте хотя по одной дивизии так убивать будем сейчас мы убьем эту дивизию нанесем урон этим собакам так при допросе по ним и выяснили что представители получили себе что предатели получили себе нового и тревожного союзника бунт свободных псов еще само восстановление викарит фон кантербург кантербурга на роли великого магистра был очевидно что бунт не устраивает избранные орденом направления политики однако немногие ожидали столь радикальной перемены в направлении их деятельности наша разведка доложила что некоторые участники бунта использовали его ресурсы для помощи пони при побеге в речные земли опрошенные члены бунта отрицают свое активное участие в этой деятельности однако совершенно очевидно что они так или иначе поддерживали его активность по причине всего этого было решено распустить бунт в хэнквилле и все его де дальнейшую деятельность признать незаконной но гипсы были задержаны и допрошены но к сожалению для нас часть из них уже успели попрятаться по нормам и присоединиться к пх фишера что ж такое нафиг они везде чертовы коммунисты давай убьем а отлично все минус сидим отлично теперь минус минус дивизия отлично давай давай кстати давайте попытаемся их заманить может получится и как-то заманить давай 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 пытайся ну иди иди сюда он не идет собака оса 3 идет кстати идет 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 иди иди сюда иди родной иди родной давай 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 ко мне ко мне ко мне золушка мне давай 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 окружение молодцы давайте а теперь Так, отправляем, отступаем вот сюда скорее Надо уничтожить эту чертову дивизию Отлично, еще котелок Вот так вот Я думаю, меня грифоны ненавидят Мы просто... Блин, самое интересное Мы истребляем своих товарищей Грифонов, без того, чтобы, ну, работать с пони О, привлечь поселенцев Давайте, кстати, это бонус Давай больше поселенцев Будем это делать почаще Чем больше людей, тем лучше У нас и так все плохо с населением А так сейчас мы еще и уничтожим дивизию Тихо, аккуратнее следим Может попытаться как-то их окружить еще Как нам можно окружение организовать? Ну, как-то так Так, сейчас там встанут грифоны Бандиты Тихо, следим, главное, за ситуацией Чтобы тут ничего плохого не случилось Ладно, они нам мешают Они не дают нам идти Давайте скорее уничтожить эту дивизию Отлично Ну, хоть наносим урон Надо коммунистов покатлить, кстати Коммунисты это любят Ну, не, надо столицу защищать Надо не допустить, чтобы они к столице подошли Да, все заканчивается Как-то идет не очень так, как я планировал Я этого вообще не планировал Ну, ладно Так, ладно, продолжаем двигаться вперед пока что Свежая кровь Тихо нацелить тогда за военным Вот вы хотели военные действия Вом военные действия Теперь мы снова воюем Да Вот себе элитная дивизия Отлично, минус одна дивизия теперь Так, надо следить Так, они что? Они вот сюда вот пошли Так, давай теперь Попытаемся теперь их окружить Давай попытаемся Мы можем? Да, вот так Давай так Пойдем Вперед Впишемся Тихо, куда этого? Тихо, тихо, окружение бы сделать, конечно Отлично Отлично, окружение уже выполнили Мы Отлично Сейчас мы сделаем окружение Попытаемся сейчас Только аккуратнее Тихо, тихо, тихо Стой Придется постоять чуть-чуть Отдохнуть Так У нас О, новый военный завод построился Отлично Давай, больше Ой-ой-ой Как красиво Больше Во, вот сюда Так, военка Как? Все развивается? Все развивается Но нам надо вообще Увеличивать количество Ограничный призыв уже вводить надо Это уже не дело Надо ограничный призыв делать Так, следим за коммунистами За всеми Кстати Ладно, давай, давай Так, сейчас мы отдохнем Попытаемся Если получится Сделаем котелок Уничтожим эту дивизию И пойдем вот сюда вот У них тут очень все плохо Хотя, блин А столицу? Ну столицу они прикрывают, кстати Я бы очень хотел здесь как-то поделать Они тут истощаются Это идеальная возможность С ним сейчас поднагадить Отлично Военка уже поднабралась Уже поднабрались силы Патрел починили лонгспорта Пропущенный Свежая кровь тоже Отлично Все, лонгспорт наша Теперь давайте Распустить орден Что это даст нам? Темпы и средние технологии рыцари Фактор военнообязанного Минус поддержка войны Чистое специальное назначение Атака рыцарей Плюс здесь Ну не, давай не будем Мы пока что рыцарями воюем Давайте департамент экономики Давайте департамент экономики сделаем Можешь помочь нашим? Да, давай поможем Пошли отступки Давай сюда отступим Поскорее Пусть идут Ой, они тут вон А, вот что они задумали Они сразу хотели нас окружить Ай, твари мешают Они мешают Скоты мешают Они дают нам победить Ну давай их сейчас выбьем Что такое? Сразу мешать нам начинают Блин, они не дают делать котлы Вот твари Давай попытаемся Вот так вот тогда Прорывы делать Встать, давай Вот сюда вот Если уж нам сюда Прорваться не дают Тихо, давай сюда О, сюда Стой, стой, стой В обороне Попытаемся отсидеться В обороне Сейчас окружение сделать Отлично получилось Уничтожаем эту дивизию Скорее Ну все О, они отступают Не получается Остановить их, конечно Отлично Кстати, мы начинаем Отлично Мы все сильнее Ослабляем их Чем меньше дивизий Тем лучше Мы что-то помогаем Ну отлично Война идет Отлично Набивайся Опыт Набивайся Мы очень много Убили Это пипец Он реально Он очень большую популярность Кстати, я думаю У нас получит За свои деяния Мы можем больше Отправить дивок Я не знаю Я бы хотел Больше отправить О, отлично Они наконец-то Вернули Одни из главных Регионов себе Подожди Это не окружение Черт бы вас Побрал Это не окружение Эти скотина Они здесь Ладно Давай тогда отступать Вот сюда пошли Мы можем попытаться Вот сюда пройти Да, можем Кстати, давай попытаемся Вот так вот Через вот эти вот Регионы пройтись Так, ладно Отступаем Тихо Только, пожалуйста Не прострите Все наши полимеры Пусть мешают Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо А то сейчас окружение Сделают Дураки Нас сейчас окружат Нафиг Черт бы вас Черт бы вас Побрал Они окружение Сделали Тихо-тихо-тихо-тихо Это не дело Тихо-тихо Оборону Помогите Окружение Разорвите Разорвите Цепь Разорвите Цепь Оборону 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 Давай-давай-давай Отлично Молодцы Стоять до последнего Стоять до последнего Просто Пусть атакуют Отлично Атака Их и заклепнулась Тихо-тихо-тихо Твари Твари Они мешают Не дают делать Окружение нормально У нас мало дивизий Для ведения деятельности Блин Ладно До столицы Подержать Чуть Попытаемся Сейчас выбить Отлично Выбили их Давай Давай быстро Отлично Мы связь наладили Мы наладили Связь с нашими Товарищами Отличный Департамент Экономики Готов Мы уничтожили Кстати еще Две дивизии Чертовых этих Остатков Жалких Кстати говоря Сечь потеряла Очень много Люши Королевство Люши Потеряла Очень много Своих дивизий Ну что ж Продолжаем Че у нас Вольфрам Ну кстати Он нам нужен Кофискация Ферм Превосходство Популярность Кстати Давай Пони Продолжают Жить На нашей земле Собирают Икрадут Крадя Еду Для себя Многие Продолжают Сопротивляться Нашим Весьма Ясным Усилиям По избавлению Хэнквилла Не оставляя Нам другого Выбора Кроме Как силой Захватить Фермы То что Произойдет С ними Потом Уже Не наша Забота Так Хорошенько Хорошенько Так Подна Можно Даже Теперь Дивизию Отводить Немножко У них Скоро Дивизии Будет Не хватать Чтобы Закрыть Фронт Теперь Пора Теперь Поставим Скорее Закрыть Эту Черт Уб Жалкую Дивизию И покончить С этим Тихо В столицу Идут Тихо 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 В столицу Идут В столицу Идут Так Надо Скорее Столицу Защитить Тихо Тихо О Отлично Кстати Молодцы Давайте Вот так Вот Котелок А теперь Зачищаем Поможем Теперь Зачистить Эту Дивку Скорее Не дадим Им тут Выбраться Давай Столицу Сейчас Зачистим Отлично Молодцы Так Теперь Сюда Сюда Идите Вот А У них Выход Есть Блин Не Не Получится Сделать Котелок Так Давайте Сейчас Зачистим Вот это И все На этом Наше Прохождение Подойдет К концу Этой серии Неплохо Так Работаем Защищаем Помогаем Банзитом Самый Ироничный Ну Чего Любая Еще Минус Две Дивизии Улюшистов Отлично Еще Меньше Сил Еще Меньше Сил Для Сопротивления Давайте Зачистим Эту Дивку Поскорее И тем Самым У Люши Практически Не останется Войск Ой Блин А какого Фига Им территории Вернули Социалистам Ну Ладно Так Ладно Надо Я думаю Пора Отступать У нас Дивизий Довольно Много Давайте Отступать Тогда Можно Конечно Двигаться Дальше По горам Но Не Я туда Двигаться Не буду Погнали Тогда Пора Отступать Тогда Пора Отступать Сейчас Мы Ладно Давайте Котелок Сейчас Котелок Сейчас Организуем Еще Минус Дивизия У Люшистов Ой Дураки Какие Живы Идиоты Вот Стопроцентные Идиоты По Другому Вас Не Назовешь Вы Почти Всю Свою Армию Потеряли Теперь Им Защищать Нечего Ладно На этом Сохраняемся И Заканчиваем Надеюсь Вам Понравилось В следующей серии Продолжим Воевать За Бандитов Уничтожать Дивизии Илюши И Коммунистов Так Иронично Блин Сироза Не понимаю Я воюю Во всех конфликтах И ничего Не делаю Вот Че Я Делаю Так Ладно Давайте Ограниченный Призыв Кстати Отлично Я бы Расширенный Фигачил Почему Нет Может Сразу Расширенный Чтоб Прям Побольше Пони Побольше Дивок Теперь Набирать Пора Набирать Дивизии Пора Набирать Дивочки Подкопим Немножко И возьмем Сам Сразу Расширенный Дивизов Уже Следующей Серии Спасибо вам За просмотр Увидимся Уже В следующих Сериях Приключения Вингфрида Фон Кантербурга И наших Попыток Подавить Сопротивление Подавить Сопротивление Тех Кто не хочет Быть Счастливым И Возможно Уже Через Одно Две Серии Мы Наконец-то Снемся С речной Федерацией В неравном Бою Ну Я буду Надеяться Там еще Несколько Осколков От нее Отвалится Чтобы Они Стали Слабее Если Вот Эти Вот Пару Еще Граф Отвалится Это Будет Отлично Речная Коалиция Станет В Несколько Раз Слабее Чем Она Была Не Забывайте Заглядьте В Описание Там Будет Ссылочка На Мой Дискорд Сервер И Нар Туб Канал Туда Будут Выкладываться Все Видеоролики Также На Всякий Пожарный Вдруг Что Произойдет С Нашим Ютубом Чтобы Если Его Заблокируют И Надеюсь Что Это Все Так Не Будет Но Если Это Произойдет Мы Не Потеряем Связь Друг С Друг Заглядьте Также На Дискорд Сервер И Ссылочка На Круппу Крайне Хорошего Дизайнера Который Сделал Мне Шапочку И Логотип Он Крайне Хороший Дизайнер И Сделает Вам Работу Максимально Подходящую Подходящую По Вашему Желанию Тоже Туда Заглядывайте И Если Хотите Начать Также Начать Свой Путь В Видеоблогинге Вам Это Очень Сильно Поможет Ведь Логотип И Шапочка Это Уже Крайне Половина Половина Сделанного Так же Как И Хорошая Превьюшка На Видеороликах Пишите Комментарии Предлагайте Кстати Говоря Хорошие Сюжеты По Прохождению В Разных Модах Потому Что Также Они Будут Приниматься И Сможно Мы Уже В Следующих Прохождениях Уже Будем Не В Эквестрии А Может В Какой Ни Другой Мод Заглянем Только Интересные Какие То Которые Вы Редко Такое Новых Видео Знаете Пополните Нашу Небольшую Но Все Такую Же Крепкую Семью И С вами Я Конечно Не Прощаюсь Скоро Увидимся